Всем привет, с вами Крукс, это слив моей зимней сборочки. Кстати, по мне кто-то начал стрелять! Сейчас оценим стрельбу в этой сборочке. Вот, стрельба без промахов, ребята, все качаем. Тут встроенный АИМчик у нас, плюсом встроенные модельки ганов. И, тьфу ты, блядь, модельки тачек, точнее. Вот Элегия вот такая вот, вот еще вот такая вот машинка. И плюсом, что самое главное, тут стоит дрифт мод. Сейчас я вам его продемонстрирую. Сразу говорю, по его настройке, по его активации, она у нас автоматическая. Но чтобы у нас дрифт шел еще лучше, тут у нас стоит скрипт под рулька. Чтобы его вырубить, нажимаем комбинацию Alt плюс G, и у нас рубается большой выворот колес. Он становится примерно вот такой вот. Ну и чтобы дрифтить, нам понадобится определенная машина, для которой у нас уже готовы все настройки. Что это, блядь? Короче, конченые стрельмснайперы меня убили. Еще и машину украли! Продолжим. Чтобы открыть настройки нашего дрифт мода, а точнее хендлинга, нажимаем клавишу F9. После чего у нас тут написан список автомобилей. Вот они все. У меня на данный момент Skyline стоит на Элегию. То есть я пишу в поиске Элегия. Вот они уже готовые настройки для дрифта. Давайте же их проверим. Для того, чтобы сделать дрифт, мы просто ебашим газ, и потом резко поворачиваем вот так вот примерно. И после чего мы начинаем контролить наш дрифт. Кстати, чтобы был больше занос, можем нажать плюсом еще пробел один раз. У нас выходит что-то подобное. Кстати, за этот скрипт не банят, потому что данный мод называется Realistic Drift. То есть как в реальной жизни. Отличие между Клео дрифтом в том, что мы тут все делаем вручную. Плюсом тут стоят, ясно дело, зимние текстуры, потому что зима. И еще огромнейший плюс, что тут нету наконец баннера с 18 плюс контентом. Потому что в моей прошлой зимней сборке, прошлогодней, вот в данном месте вместо Деда Мороза была какая-то порнуха. Я очень часто полил это все на своих стримах. Сразу говорю, тут еще плюсом стоит Клео снегопад, который активируется по нажатию клавиш Ctrl плюс стрелочка вверх или вниз. То есть смотрите, у нас появляется в право нижнем углу уровень снегопада. Я нажимаю Ctrl и стрелка вверх, у меня он увеличивается. Вот так вот у нас все красиво выходит. Плюсом я могу это, ясно дело, вот так вот уменьшить. Мне, в принципе, нравится вот такой вот уровень. Также стоит, ясно дело, мой TimeSUSE. Но я уверен, вас больше всего заинтересовал именно DriftMod. И я хочу вас порадовать тем, что его можно поставить абсолютно на любую машину. Чтобы это сделать, нам нужно подбежать к автосалону на проекте СамПРП. После чего арендовать автомобиль, заранее прописать команду DL, чтобы узнать ID-шник автомобиля. И сейчас вы будете шокированы. Что-то я сесть не могу из-за ломки. Сейчас, секундочку. Нажимаю клавишу F. Сажусь, нажимаю оплатить. Так, что делаем дальше? Дальше я скачал такую программу, которая называется внутриигровой браузер. Чтобы ее активировать, я нажимаю Ctrl плюс Tab. У меня слева появляется вот такой вот одинокий волк. Я нажимаю потом браузер. И вот у меня выходят сайты. То есть давайте я все с нуля напишу. Я пишу ID. ID. ID машин сам. Такс. Далее, ID транспорта. И какой у нас тут ID-шник? 526-й вот тут написано. Значит, я нажимаю Ctrl-F. Нажимаю... Пишу, точнее, 526. Это автомобиль у нас Фортуна. Это я сворачиваю. Нажимаю опять Ctrl-Tab. После чего я нажимаю F9. Так как у нас уже стоят готовые настройки дрифта на автомобиль Элегия. Я нажимаю Элегия. Потом нажимаю копировать. После чего я вот это удаляю. И еще вот эту машину красненькую. То есть нажимаю Ctrl-V. Потому что я скопировал название. Это автомобиль Фортуна. Мы должны запомнить максимальную скорость. То есть первую строчку. Я нажимаю вставить. Потом вставлю ту скорость, которая стояла. Ну, примерно вот 875. Тут 880. Не так смертельно. После чего, что мы делаем? Так, проверяем подрулька у нас включена или нет. Кстати, можно и с выключенной дрифтить. Но со включенной куда получше будет. В общем, я вот эту хуйню уберу синюю. Это нам уже не понадобится. Завожу двигатель и проверяем. Автомобиль, конечно, не идеальный для дрифта. Но сойдет. Вот примерно это у нас вот так вот все выглядит. В принципе, смотрибельно. Кстати, еще хочу сказать, что тут стоит такой скрипт, как фары. Я пишу команду фары. И тут можно менять цвет фар. То есть я могу поставить розовый. Могу поставить тут зеленый. Какой-нибудь еще. В общем, сами на свое усмотрение все замутите. Плюсом в данной сборке заменены звуки. Вот, к примеру, ходьба. Далее, звуки автомобилей. Кстати, генерал, то есть звуки выстрелов, я решил не делать. То есть они стоят дефолтные, как и сами модельки оружия. Сейчас мы вот с вами как раз проверим автомобиль. Кстати, это у нас буфала заменка. Как он у нас звучит. А, я хотел подрифтить, и видите, не получилось. Потому что я забыл поставить настройки. То есть как это сделать? Опять в 9. После чего мы что делаем? Пишем тут в поиске легия. Копируем настройки. Потом тут пишем буфала. Потому что мы сейчас едим в буфала. Потом вставить. Тут у нас ставим скорость примерно вот столько. И начинаем уже наш любимый дрифт. Во, пошло-поехало. В общем, как-то так. Думаю, все понятненько. Кстати, если вам лень качать полностью сборку, и если вы хотите просто отдельно скачать дрифт-мод, то я оставлю, конечно же, ссылку в описании. Сейчас покажу, как это все устанавливается. Установка максимально простая. То есть я качаю архив под названием Крутой Дрифт. Так идет загрузка. После чего, что я делаю? Открываю его. Потом открываю вторую папку с моей гиташкой. И далее. Тут все написано. Кидаем это в Moonloader. То есть вот он, Moonloader у меня. Вот это я все сюда закидываю. Потом что я делаю? Кидаю это в самфункс, этот файл. Вот самфункс. Я его беру и сюда закидываю. И все. Готово, в принципе. Но если вдруг у вас не имеется данных папок под названием Moonloader и самфункс, то, скорее всего, у вас гиташка не такая уж и хорошая. Поэтому вы можете скачать любую сборку, в которой есть данные папки. Либо можете скачать уже готовую мою сборочку. Плюс вам оставлю ссылку на скачку такого автомобиля, как Mark II, легендарного японца, на котором я очень часто гонял на своих стримах. Сейчас я его удалил у своей гиташки, потому что он капельку баганный, когда садишься в него. Но, в принципе, автомобиль достаточно хороший. Если кто-то вдруг не в курсе, как ставить свои модельки оружия, тачек и так далее, ясно дело, в первую очередь это все нужно скачать с интернета. То есть вы, к примеру, пишите в гугле скачать Chevrolet Camaro, вы качаете модельку данного автомобиля, после чего открываете архив, заходите в свою папку Modloader в гиташке. После чего вот у меня вот стоит Mark, я беру его сюда, перекидываю эту папку. Смотрим, на какую тачку он у нас заменен, на Elegio, то есть мне потребуется Elegio. Либо я могу на любую другую машину это все поставить. Кстати, я забыл вам еще кое-что показать, и конкретно как нам установить браузер в нашу игру. Для этого написали в гугле Overwolf, после чего заходим на официальный сайт. После чего что мы делаем? Нажимаем Get Started, чтобы его скачать, потом опять Get Started. Так, что у нас дальше? Start Building. Download. Где тут? Download here. Download. И все, у нас начинается скачка. После установки нажимаем на App Store, после чего что у нас выходит? Вот данное окошечко, и нам нужно будет скачать браузер. Для этого нам нужно найти поиск, вот он, после чего я пишу тут браузер. Блять. Вот он. После чего я его устанавливаю, и далее что мы делаем? Заходим просто в нашу игру, после чего нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-Tab, и далее нажимаем браузер. У нас открывается браузер, можем тут сидеть ВКонтакте, на Ютубе, еще где-то там, чекать айдешники машины или скинов. Очень удобная программа, скачал я ее недавно, и о ней отзывы достаточно положительные. Кстати, если вы стример, то данная программа очень удобна, потому что вы можете просто открывать комментарии через данный браузер, и играть в игру, и читать комментарии одновременно. Кстати, чтобы тут убавить яркость, можем сделать вот так вот, чтобы опять зайти в игру, нажимаем Ctrl-Tab, и вот, я вот катаюсь, и у меня есть гугл. Я могу тут смотреть и видосики, и читать комментарии, все что угодно, в общем, думаю, понятно. Особо в эту гуташку я ничего такого не пихал, потому что, ну, нафиг надо, она, во-первых, будет очень много весить, во-вторых, я не особо люблю много всякого лишнего дерьма. Но тут можно похвастаться только картой вот такой вот, которую я спиздил у дрифтеров. Не забываем, что играю я на проекте Сампропы Легаси, все регистрируемся на мой промокод хэштег крукс, потому что, когда вы регаетесь на мой промокод, то вы получаете офигительные бонусы в виде вертов. Плюсом, я всех принимаю в свой состав экзе, вы можете туда попасть, если напишите мне в личку ВКонтакте, я вас добавлю в конфу, плюсом, в игре я могу вас принять в свой сквад, который вот у меня слева высвечивается, для этого потребуется третий уровень. Ого, надо помочь дальнобойщику! Ебать мой хуй! Я его спас! Поступок, который заслуживает лайка. Кстати, подписываемся, ставим колокольчик и плюсом заходим почаще на мои стримы, потому что именно на моих стримах проходит всякий движ на этом сервере. Напоследок, по классике жанра, покажу вам парочку моментов с моих каптиков, плюс фан-моменты, плюс моменты с моих стримов. В общем, всем приятного просмотра, не забываем играть со мной на Самп РП Легаси. Айпи в описании. Кстати, для новичков, если вы хотите проверить дрифт-мод, то это делается достаточно легко. Просто заходите на Самп РП, проходите первый квест, там зарабатываете капельку денежек, после чего едете в автошколу, сдаете на права. И тут рядышком имеется автосалон, вон там, в той стороне, вы берете тачку, ставите настройки дрифта и проверяете, что у вас из этого получается. Но если вы хотите иметь вот такие вот столь пиздатые тачки, то, опять же, заходите почаще на мои стримы, потому что я халявно выдаю всем вот такие вот подобные автомобили. Не буду затягивать, всем приятного просмотра. Блядь, они что, все прямо на меня едут? На нахуй. Ебать, тут машин, пиздец. Это что за дрифт-тусовка? Найс дрифтер, блядь. Стойте, давайте поможем, братишки. Хуенный дрифтер из тебя, слушай. Земля тебе пухом. Водой. Погоня, слушайте, видите, коп едет за нашим подписчиком, за нашим кентом, надо ему пизды дать. Все к нему едутся. Как на права сдавать, так в автошколе там сдаются. Найс, он там с МП5, ебаш. На кулачок его, на кулачок, ребер. Вот так вот. Минус. Ебать, почти как аимщик. Там еще один в кепке бегает. Сейчас, сейчас, бро, я его поймаю. Сейчас, ябываем отсюда, мне уже страшно. ХП мало, нарко не могу и за... Ой, блядь. Это что за пиздец? Вот эти менты, ты про них говорил, что ли? А, нахуй. Ой, хорошо, хорошо. Ну, иди сюда, малый. Ого! 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 Опа! Гиташка просто охуительная.